Доброе утро! С вами Энергия Жизни и я ее ведущая, Сана Малых. Здесь наша передача для вас интересная и сегодня мы поделимся с вами по несколькими хитростями. Все любят качать пресс, все хотят иметь красивый плоский животик, но при этом много есть. Чтобы он был красивый, недостаточно качать только пресс, надо укреплять еще спину и все остальные мышцы. Но мы сегодня сделаем акцент именно на прямой мышце живота. Давайте я много говорить не буду, сразу перейдем к делу. Для начала мы разберем с вами ошибки, которые совершают начинающие, либо уже опытные спортсмены, когда качают мышцы пресса. Смотрите, первая ошибка. Многие любят поднимать прямые ноги. Когда вы бросаете ноги, ваша мышца не работает, но у вас перегружается поясница, потому что в момент опускания прогибается спина, позвоночник очень некомфортно, а пресс у вас не работает. Чтобы это упражнение сделать эффективным, мы его делаем в более короткой амплитуде. Поднимаем ноги, руки в комфортной позиции и медленно опускаем ноги. При этом вы контролируете, чтобы у вас спина не отрывалась, но пресс в этот момент у вас очень хорошо работает. Также обратите внимание, чтобы пресс у вас в живот не надувался шариком. Животик должен быть подобран. Движение достаточно плавное, контролируем. Амплитуду движения подбираете для себя, именно ориентируясь на положение вашей поясницы. Если спина сильно прогибается, значит вы низко опускаете ноги, и ваш пресс еще не готов к такой нагрузке. Едем дальше. Всеми противное упражнение подъем корпуса из положения лежа. Все его помнят со школы, когда делали его на время, либо каждый раз на физкультуре заставляли делать. Ноги, садимся, падаем как попало. Первая ошибка. Когда вы делаете на твердом, у вас натирается копчик. Копчик это как рудимент хвоста, он нам особо не нужен, но он у нас остался и он нам мешает. Чтобы сделать его безопаснее, придумали положение лягушку ног. У вас ноги в стороны, за счет ягодичных мышц вы маленечко закрываете копчик, и копчику значительно безопаснее, он не будет болеть, и вам будет комфортнее делать. Второй момент. Когда вы опускаетесь, опускаться надо тоже правильно. Многие просто падают. У вас также неправильно работает спина. Ваша задача красиво опуститься. Если вверх вы поднимаетесь, скручиваетесь, прижимая поясницу, то вниз и наоборот начинаете делать движения с поясниц. Вы сначала ложите спину, а потом раскручиваете плечи. Поэтому движение называется скручиванием. Не падение подъема, а скручивание. Плавненько легли, так же красивенько встали. Если тяжело, вы можете помогать себе руками. Ручками махнули, сделает значительно легче. Но если вы уже достаточно опытный, ваш пресс готов к нагрузке, руки к ушам и поднимаемся. Если вы держите руки возле ушей, вы не тянете себя за голову. Потому что первое движение не с головы, а именно с плеч. Скрутили плечи. Если вы тянете за голову, то вы перегружаете шейный отдел. Грубо говоря, вы пытаетесь оторвать свою голову. Что не совсем верно. Сегодня мы разобрали с вами всего два упражнения, но они очень полезные. Ваше домашнее задание – выучить эти упражнения. И когда они у вас будут хорошо получаться, то в следующих передачах мы покажем еще несколько тоже полезных, эффективных и легко выполнимых упражнений для пресса. С вами была я, ваша ведущая Оксана Малых. Увидимся в новых передачах.